Здорово! Сейчас бы оказаться в центре Ташкента, у бассейна с кондиционером. Исполняю. Гостевой дом Анар. Кайфуй. Салам-салам! Привет всем! Сегодня мы приехали в пивоварню и будем варить пиво в казане. Да, мы в Узбекистане и действительно пиво можно сварить в казане. Страшно. Если вы хотите нас поддержать, можете сделать это по вот этому коду. Это терлик-черлик, местный сервис донатов. Либо по вот этим карточкам из России и Узбекистана. Не будем долго тянуть, давайте же начнем сюжет. Поехали! Сейчас будем молоть солод вручную. Говорят, сюда можно подключить дрель и просто промалывать все это быстро, механически. Так, я начинаю, да? Да, да, вполне. Мне нужно ногу сверху на уголок положить. Да, да, вообще отлично. Удобно. Только непонятно, процесс идет, нет? Да, 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 вот так. Так что все пиво вареное сегодня у нас будет сделано все вручную. Все вручную в казане по классическим Узбекским традициям. Сегодня у нас рецепт без хлопка. Без хлопка? Да. Нетрадиционные. В Узбекистане традиционные пивы должны включать здесь опы, потому что все должно включать здесь опы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на самом деле, каждые майские праздники, ну, в начале мая во всем мире проходит мероприятие, называется оно Big Brew, большая варка. Инициатор – это американская ассоциация пивоварения домашних коваров. Вот. И я первый раз поучаствовал на такое мероприятие в 2010 году. В этом году получается уже 15-я варка пива, которое вот так на природе собираемся с компанией, варим пиво. Здесь, да, своя специфика. Получилось, в 2019 году мы здесь первый раз, когда начали варить пиво, подумали, почему не использовать казан, традиционное блюдо, то есть традиционные предметы утвари, кухонные утвари в Узбекистане, да, там, и попробовали сварить пиво в казане. Ничего сложного оказалось нет, очень удобный инструмент, и можно здесь делать пиво. И вот уже, получается, пять лет подряд мы варим пиво в казане. Но мы его сегодня не попробуем. Я, как понял, он должен устояться потом, да? Сегодня мы сделаем только сусло, получается. Сусло – это сладкая жидкость, которую потом должны дрожжи съесть, дать алкоголь. Потому что сейчас оно будет без алкоголя, это просто будет сладко. Безалкогольное пиво будет? Ну, не безалкогольное пиво, это пива даже не будет, это сусло еще пока. Вот. Брожение само пройдет где-то семь дней, семь-десять дней. Но созревание, скорее всего, ну, просто оставим пиво это на год, и через год это пиво попробуем. Но сегодня мы попробуем пиво, которое вы варили год назад. Да. И даже бутылочка вроде, которая два года назад сохранилась. Попробуем. Да, чуть-чуть, конечно, попробовать, но… Ребята узбекистанцы, расскажите, как часто вы варите пиво в казане? Послогоднее или как-то… Это, скорее всего, позапрошлый год. Позапрошлый год. Давайте сейчас попробуем. О, у него такой тяжелый карамельный запах, такой прямо сочный. Это очень темное, очень тяжелое пиво. Прямо такое, как кофе. Прямо пиво-кофе. Мне кажется, вот по столько и надо пить. Сутреца выпил, и день удался. Да. А это прошлогоднее, да? Это еще раньше. Еще раньше. Поэтому… Это года три, наверное. Говорят, этому пиву года три. Оно светлое. Это мне уже больше нравится. У него красивый янтарный оттенок. Прямо янтарь-янтарь. О, по запаху оно такое, знаете, цветочно-медовое. Немножко с такой сладкой-сладкой кармелькой. Такой приятный. Запах очень приятный. А вкус все равно, вкус все равно такой тяжелый. Такое пиво хорошо к мясу, к какой-нибудь, не знаю, к страусиному мясу. К чему-то такому, знаете, к говядине, к такому прямо мясу-мясу. Не курица. Не курица. Юрий, расскажите немножко о себе. А, Валентин, здравствуйте. Я по основной профессии юрист, занимающийся энергетическими проектами. Я по работе езжу в Азбатистан последние 7 лет 10-15 раз в год. Последние два года я здесь переехал вместе с семьей, с детьми, с женой. Вы уже релансировались сюда. Я полноценно релансировался и я продолжаю заниматься профилями для меня юридическими. 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 Здесь. Поскольку, помимо, собственно, основной профессии, специализации, у меня много интересов, одним из которых является домашнее пивоварение. Я занимаюсь едва ли не столько же, сколько занимаюсь юриспруданцией. Юридическими, то есть, лет 20, а юриспруданция чуть дольше. Соответственно, я забрал за собой своё… Что-то приготовилось? Да, мы просто достигли температуры необходимой. Я забрал с собой своё основное хобби и продолжаю варить пиво здесь по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что мне это нравится и мне интересно, наверное, в какой-то параллельной реальности, если бы я не был юристом, я был за пивоваром. Но и потому, что в Узбекистане, к сожалению, с интересным, хорошим пивом не очень богато, и крафтовая эволюция, которая произошла в России, здесь не произошла. И если хочешь варить какое-то интересное пиво и пить какое-то интересное пиво, то зачастую тебе нужно сварить его самому. Популяризация домашнего пивоварения, мне кажется, это одна из составляющих этого фольга, что раз в год мы встречаемся на этой площадке и варим вместе пиво, делая это со всеми, Рустам делает это в казане. Вот, я хотел спросить, если мы варим в казане, а вы варите на таком домашнем оборудовании? Это более современное оборудование, условно говоря, вся Америка, где ну, наверное, лидер в мире номер один по домашнему пивоварению и по популяризации его, это Америка. И там невероятный канал информации про это. В Штатах варят вот на таком. То есть, как бы, это, в принципе, это классическое американское оборудование, которое я сюда привез просто с собой, отдельно заказав. Мое основное оборудование осталось в России, чуть помасштабнее, здесь скромнее, но в квартире это вариант, который позволяет и варить интересно, но и при этом, как бы, не превращать квартиру в пиво. Там еще спинка убежит. Да, мы ее сейчас помешаем. И у меня вопрос. Если в казане можно сварить пиво, а можно ли здесь сварить плов? Можно ли здесь сварить плов? А, в принципе, да. Единственное, что надо понимать, казан, почему для плова более удобный, потому что он, это полушар, и он равноверно прогревает весь объем. А вот у этой штуки нагревательный номер, модуль на дне, она такая, цилиндр, и поэтому сверху просто, ну, плов будет сниже перегрет, а сверху недоварен. Поэтому технически можно, будет не так хорошо. Ну, и в казане, наверное, не так удобно это делать, как мне на таком оборудовании, поскольку, собственно, я им управляю с помощью приложения в телефоне, и... Вообще ничего не вижу, я дым атаковал. Да, но вот здесь этой проблемы нет. Да, я понял, что управляется с телефона. И, собственно, как бы здесь полный контроль над процессом. 99 градусов. Да. У Рустама там, наверное, ну, приблизительно столько же, только он об этом не знает, и там это регулируется дровами, а у меня здесь двумя клейками. Субтитры создавал DimaTorzok как-то сварили пиво. Сварили пиво, давай попробуем. Да, это пиво еще, это не пиво, это еще сусло, которое потом сбродится и появится алкоголь, пока тут алкоголя нет, здесь только сахара. безалкогольное. безалкогольное. Сварили безалкогольное пиво. Спасибо вам большое. Это слива, что не пиво. Ну, запах, я не скажу, что какой-то там хлебный, скорее всего, хлебный и, ну, да, что-то такое. Хмель, может быть, здесь. Оно будет бродить. Я не знаю, как это можно пить. Кисло-горькое, соленое. Что это вообще? Что мы сварили? Хмель, вы много добавили, оно как раз для того, чтобы год постоять и через год оно сбалансируется. Оно постоит год и станет нормальным, правильно? Жесть вообще. Я не знаю, это пить невозможно. Это что-то. Ну, вот темное пили, которое пиво, то было более горькое. Жесть вообще. Через год, через два оно уйдет просто от горечи. Пахнет приятно, но пить это вообще невозможно. Вот такой удивительно интересный получился сюжет. Ребята, поддерживайте нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Я впервые варил пиво в казане и я думаю, что в казане можно сварить все, что угодно. До встречи. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok